Мы точно где окупуем мокрое? Не понял, это серьезное заявление. Сейчас дадим чуть-чуть потише. А он сказал сначала бежать, а потом бежать, вы заметили, кстати? Интересно. Он сказал бежать на русском. Ну, забавно, интересно. И так громко. И так громко. И так громко, что вы дъебнутые? В Крыму выйдут на улицу и будут так уж гнать цю владу с Крыма. И так громко, вы че ебнутые? Русский солдат, если ему дать один раз хорошо пиздюлить. Вот так нормально? Бля, как лагает. Ой, я не смотрел этот бой. Давай, вот прям сейчас. Ответ Лил Морти на удаление их фита со Стефаном? Я удалил эти треки, потому что они хуйня. А Лил Морти к тому же в рот ебали. Это девушка. ВСУ переодеваются в гражданское, чтобы покинуть пахмут. Да ну нахуй. Давай посмотрим. Так. Сюда эвакуировали мирных жителей и попадались украинские военные, которые просто переодевались в гражданство и выдавали себя за мирных жителей. Но так как каждый раз мы с ними общаемся, с мирными жителями, когда их выводим, то есть обязательно проводим с ними беседу. И довольно-таки частный поселок тут не сильно большой, ну то есть все это друга знают. И сразу они выдают, кто тут местный, кто не местный. Благодаря этой информации мы сразу выявляем противника. Пиздец. Прямо то, что он находится в гражданстве, в одежде. Ну естественно, потом передаем его уже в другие структуру, там датчики. Сейчас они разбираются. Это пиздец. Все это 4 на 5 точно таки попадалось. А 8 мы эвакуировали где-то около... Вот просто очень странно. Как я должен в это верить, даже если я тупой? Вот ну просто даже если я тупой, как я должен в это верить? Смотрите, получается украинского военнопленного... Ой, точнее, какого военнопленного? Украинского военного. Отправили воевать в Бахмут, да? И вот допустим он не хочет. Вот он не хочет, да, воевать, но его туда отправили. Хотя уже по себе странно. А как можно, если человек не хочет воевать, отправлять его в горячие точки в Бахмут? Я сомневаюсь, что такое присутствует в Украине. Я думаю, со стороны России такое присутствует в 99% случаев. А со стороны Украины, я думаю, что на горячих точках воевают конкретно добровольцы. Я видел видосы, как это происходит и прочее. Так вот, представим просто картину. Человек не хочет воевать, но его силой туда или как-то другими способами заставили туда пойти воевать. Он действительно, блядь, ну мы должны поверить, что он пойдет переоденеться в гражданскую форму и пойдет сдаваться русским? Вместо того, чтобы, ну поверить в то, что он скорее всего просто дезертирует, просто уйдет с позиции обратно к себе домой? Мы должны поверить, что он переоденется в гражданскую форму и пойдет русским сдаваться? Вместо того, что поверить, что он просто убежит домой? Ну как бы это же бред. Это бред в это, ну чтобы поверить, это нужно въебать граммов 350 коньяка, чтобы в это реально поверить. Мы бороться за нашу город, Иван мой друг, и хорошие солдаты, Слава Украина. Ой, ой. Бля, я... Извините, я... Я просто... Танцы, монстры, танцы, ты такая классная, крутишься в пространстве. Раньше делал грязь, теперь я посадил в ней розы. У людей в Африке нет воды, возьми мои слезы. Влатеска, минус репутация тебе от меня, минус респект за то, что снимаешь в подскале, который вот так вот поступил, выкинул все свое творчество в мусорку, потому что его припугнули. Минус репутация в Латесе. Кушайте, кушайте. Я вам повторю, у мужа нет прав. Мясо. Бля, вот эти дипфейки уже можно, чтобы она пела песни. Кстати, вы замечали, какой у нее голос? Как будто она говорит в нос, бля, как будто она какая-то вот, ну чисто, вот знаете, типичный злодей из мультика, у которых вот такие носы, и они вот такие вот так вот разговаривают так. Вот, вот именно такой типично злодейский голос именно, с такой еще самой мрази злобной. А она, кстати, пиздец, какая злобная мразь, это вообще, я злобнее, чем она не видел. Вы видели эту хуйню, что, когда она с типом переписывается в ВК, я себе это выставлял, это уже распространилось много где, и она типу скидывает просто его адрес проживания, номер телефона и угрожает ему. Просто с нихуя рандомному человеку, с которым переписывается, да? Это давайте мы еще откинем тот момент, как она меня зверски пытала и прочее. Вот это мы вообще откинем, за это она еще отплатит, отплатит по полной программе. И она, исполнители, они уже платят по счетам за это, очень неплохо, и будут платить до конца жизни мне теперь. А я еще вам не рассказывал, я запустил здесь судебный процесс в Молдове. Мы подадим это все в Европу, когда ГАГа будет над Путиным, над Россией, когда будет ГАГа. Еще мою ситуацию приплетут, мне выплатит еще Россия несколько миллионов евро. Я на эти миллионы евро, блять, куплю себе мотоцикл, нахуй, и поеду... Нет, себе мотоцикл, а мужику самолет куплю, который просил самолет, блять, чтобы он полетел в ебал эту Москву, нахуй. У меня пиздец, какие планы, блять. У меня просто пиздец, какие планы. Как вам, братья, я буду говорить... Я на вас подписываюсь. Мы были в подвале, до этого пришел ВСУшник, молодой парень, и сказал... Что он сказал? Можно я у вас пошумлю? Могут, что такое пошумлю? Он говорит, я буду минировать ваш дом. Могут, как ты будешь минировать наш дом, если у нас здесь 16 человек. Он говорит, у меня товарищи под плитами погибло 20 человек. Я говорю, ну добавь еще нас 16 человек, если ты будешь минировать. В совершении тяжких преступлений. Понятно? Это что за хуйня? Очень распространили вот эту девочку, которая на самокате едет. Ой, не на каком самокате, а на скейтборде. Господи, благослови Америку. Слава России! Ради нашей единственной великой родины. Дальше ты уже моя, я бы хотела тебя заново завоевать. Заново завоевать. Заново, заново, заново. Заново не понимать. Мясо. Вечером 28 апреля. Стоп. Ванесси, по-моему. Заработай меси, вы... Чиназы сон трендсен, чин консимон, блядь. Интересные факты об Украине. Нахуй, короче, пошел нахуй, все. Я тебе говорю, иди нахуй. Понял, Аня, иди нахуй. Я понял. Моя любимая госпожа, прости своего верного раба, что не пожелал тебе спокойной ночи. Давай! Моя любимая госпожа, прости своего... Я понял. Обращаюсь к Шойгу Сергея Кожугетовича с просьбой выдать незамедлительные боеприпасы. В случае отказа от этой выдачи, считаю необходимым довести до Верховного главнокомандующего информацию о существующей проблемы для принятия решения и о целесообразности дальнейшего нахождения подразделения ЧВК. Го с Милохиным стрим. Милохи он, черт, голимый. Почему он, черт, о, блядь, сколько раз он звал меня на стрим, и я ему говорю, да, бро, гоу, давай, в такое-то время сегодня стрим. И просто, блядь, игнорит нахуй. Игнорит. Я звоню, пишу, братишечка, там стримчик, мы должны провести стримчик. Игнорит нахуй. Вот. Поэтому я его не люблю больше. Мясо. Какие яйца, блядь, какой я пиздатый. Так это что, оригинал, что его так распространили? Это в натуре она оригинал спела или что? Уже СБУ по секретной линии говорила. Потому что контрнаступ, как я уже сказал, залежит не только от боевых машин. Боевые машины або броньовая техника – это одна из кладовых наступальных операций. Иногда, как я вам сказал, существуют информационные загрозы. И скажу вам отверто, я про это ж одного разу не висловлювався, но иногда есть информация, которая входит в течение или иной прессы. И это, на жаль, не только российская пресса. Будет оно отверто. И я считаю, что эта информация, скажем так, не помогает. Сказать честно, если она нас остановит, такая информация – нет. Даже если она будет являться щоденно. У нас все это не остановит. И мы все равно пойдем вперед и точно победим. Но вот такие вещи, как я вам сказал, час или какая-то заятая информация… Я понял. Я понял.